Анютка, это ещеные печенюшки. Мы поняли, это кока-кола. Мне всю ночь снились реснички, и вчера мне тоже снились реснички. Без вами у нас. Всем привет! Сегодня суббота, и начну с хороших новостей. Моих хороших новостей. Вот мои три сертификата. Это объемное наращивание. Это тройной объем. Это оксамытовый погляд. Это значит, как оксамытовый переводится? Бархатный. А, бархатный взгляд. Это объем такой шелковистый. А это двойной объем. Закончилось мое обучение. Я рада, потому что, если о грустном, то я очень устала. Яна сказала, у вас, Хатуна, скорее всего, уже выгорание. Вам надо взять 2-3 дня выходных. Вообще не говорить ни о работе, ни об учебе. Забыть о ресницах, о ногтях, о клиентах, об аренде помещения. И просто, не знаю, лежать, смотреть кино и плевать в потолок. И мне этого хочется больше всего. Но сейчас мы ушли на долину роз. Взяли пирожков. Я очень хочу кушать. У меня час назад закончились занятия. Я голодная. Вот. Сейчас мы будем кушать и отдыхать. У меня моя любимая рыбная котлета, которую я купила в магазинчике. Выглядит она не очень симпатично, но вкусная очень. Ой, меня же снимите. Все, приятного мне аппетита, Асланя. Ты так выглядишь, у тебя такая, ну, это рэпа и пирожок. Так вкусно выглядишь ты. Все, и лимонад. Это лимонад и квас. Приятного нам аппетитика. Вот ты на дизель любили, на поезд уже. Я что-то знаю. Пойди, мой вкус, пойди в поезд. Приехали очень быстро на ЖД вокзал. Сидим, едим клубничку. А тут у нас суши. И там еще там холод, да, и все. Или бананчик тоже. Холод. Холод по детям. Потому что позвонила Анютка и сказала, что они едут в Одессу. Она была у меня на день рождения. И у нее средний сын, Ванечка, занимается танцами. Очень классно танцует. И во всех турнирах, в которых берет участие, берет призовые места. И сейчас они с Киева едут в Одессу. У нас будет 10 минут, чтобы просто встретиться, обняться. И мы с Долиной Лрос, с Мишей быстро ломанулись на ЖД. И сидим тут клубничку точим. Обнимемся с Анюткой. Они поедут дальше. Мы пойдем домой. Ты что скажешь моим? Чем всегда снимаем, когда ты едешь? Скажи, вот валите от меня, дай тебе отдохнуть. Встал? Угу. Слышь, мы шепотаем. 10 минут вы видеться. Пришли. Угу. Как раз возле нас. Угу. Вот, пошли. Пошли, пошли, пошли. То есть он 16 года. Ага. У меня десенька. Бусенька. Бусенька. Она так взбодрила. Понимаете, я снимаю. Давай снимаю. Сбодрила. Ууу. Я должен прийти. Привет, дорогой. Привет. Анютка. Это еженый печенюшки. Мы поняли, это Кока-Кока. А это Кока-Кока. А Ванюшка есть? С удовольствием. Ух, классный. Она на боковом. О, нет, пошла. Вон она еще пошла. Вон она еще пошла. Где Ваня? Вон он. Вон он. Ваня, победы тебе. Победы. Первое место. Давай, пока. Все, он так трогательный. Пошли туда. Подожди, он зачем? Там не приходит. На собак. Да. А уже поезд, поедет, давай. Все, с Анюткой встретились, обменялись гостиницами. Положили печенье мне в сумку, а то мы, как это, знаешь, продавали и недопродали. Знаешь, что к поезду выносят. Все, идем домой. Сзади нас большая толпа людей. Они провожают деток в Одессу на экскурсию, видать. И такая трогательная, знаете, расставание. Я тоже когда-то была на их месте. А нет, я ни разу не была. Я первый раз детей стала отпускать на экскурсии с 10 класса. Ну, ничего. Уже новый день, и я выспалась, отдохнула. Ну, я и выспалась, и не выспалась. Потому что хоть спала я до 12, как сурок, но мне всю ночь снились реснички. И вчера мне тоже снились реснички. Поэтому мне кажется, что ночи не было. Человеку тоже хорошо. Чет лежит, отдыхает на лавочке. Мы выбрались на рынок. Я хочу купить цветы. Елисею надо купить шорты. В общем, выбрались пройтись. Вечером пойдем на пляж. Это новый день. А влог я начала вчера. Пошлите с нами. Пока покупали одежду, проголодались. Идем. А цветы уже закончились. Я прошлась по цветам. Хотела купить сурфинью, но уже довольно поздно. Ее уже разобрали. Вообще пусто. Взяли продуктов. Быстрим постараемся. Очень спешите, очень быстро скупиться, потому что хотим на пляж. А в магазине в нашем ремонт. И получается, что мы потерялись. Надо пить взять. Нет, нету. Публики там и пить хочу взять. И пить нету. А что такое? Какое-нибудь цитро, квас. Есть, конечно, на той стороне. Квас с ярилами дом. И бублики. Там есть конфеты. Есть? Чепанка. Нету ничего, Миша. На той стороне не стоят. Покажи. Нету, одна на той стороне. Ну, бери. Давай. И бубликов давай возьми. На яйца. Ну, а как не ложить на яйца? Подними. Банчисы есть? Пошли за бубликами. Я за бубликами. И бубликов нету. Миш, бубликов тоже нету. Тут ремонт, они вкусные. Они не получают, видишь, ни рыбу, ни масла, ни бублики. Ну, мало нучного. Очень маленький выбор всего из-за того, что ремонт. Берем кофе и уходим. Выбрались, идем на пляж. Виктория недовольная, да, я сниму твое лицо. Почему? Ты хочешь, я не... Ой, блин. Доктория. Хоть предупреждайте, мама, что там спуск. Виктория недовольная, потому что, когда собирались, доча у нас принцесса. Она не... Потому что мы идем на пляж пять часов. Это нормально, доча. А ты хочешь прийти в три и сгореть? И чтобы у тебя поднялась температура? Это нормально идти в пять. До полвосьмого вполне достаточно. Ты расскажи, что ты злая. Как в жизни нету справедливости. Говорю, бери удостоверение. Нет, пусть Елисей берет мое. Что я ради одного удостоверения должна брать рюкзачок, рюкзак, рюкзачище. Посмотрите, какой тяжелый рюкзак, сумка прям рыночная. Говорю, потому что нужно брать телефон, нужно брать ключи. Ну, в общем, жизнь. Объясняю жизнь. Никто не хочет... О, шелковица белая. Никто не хочет прислушиваться к моим мудрым советам. Осторожней, ступенька. Спасибо. Самое главное, я рада, потому что я даже одела купальник. Но это не факт, что я буду купаться. И еще я взяла с собой... Где мое вязание? А вот оно. Свое вязание. Я вязание не трогала в руки полтора месяца. Месяц как ушла на аренду и две недели до этого. Так вот что я такая злая. Да, кстати, вот что я такая злая. Я сейчас повяжу, буду добренькая, спокойная. В общем, сейчас сяду на лежак и буду вязать. И не трогайте меня до завтрашнего утра. Идем на пляж. В городе тишина. Походу на пляже будет вообще куча людей. Елисея мы, кстати, очень хорошо приодели. Очень компактно, быстро. Он умничка. Пришел, померил, взял, пошел. Все. Накупили продуктов на два дня. Хочу вареничков с клубничкой завтра налепить. Вообще, хотела сегодня, но ничего не успела. Поэтому завтра посмотрим. Закапывай. А что, смотри, как все. Без вали у нас. Твоем второй идем. Вы просто так мило ковыряете песок. Хорошо дети играют. Я вязание даже не открыла. Сижу просто, читаю книгу в телефоне. Идите окунитесь, потому что полчасика и домой. Мой ужиночек. Жареная картошечка и салатик с помидорчиком и огурчиком. С душистым маслом. Вообще, мы очень любим, но у нас принято ужинать именно всей семьей. Но еще у нас есть один прикол, что когда очень устали или охота побыть на каждому наедине с самим собой, то либо дети, либо я, мы можем проситься, а можно, кто где хочет. То есть, называется, а можно, или каждый сам себе. Как обычно мы говорим? Можно я у себя. А, ну да, типа у себя или сам себе. И сегодня тот случай, когда именно я хочу, кто где хочет. Во, кто где хочет называется. Кто где хочет, это значит, берешь свою тарелку и идешь куда хочешь. В какую хочешь позе кушаешь. К соседям. Не, ну к соседям нет. Вот. Меня укусила за ногу пчела. Еще вчера. Еще вчера. И сегодня опухла нога и чухается. Я хожу постоянно с ваткой. И так, знаешь, нужно понаблюдать. А что? Когда ты чухаешь. Она чешется. Вот так. Все, мне приятного аппетита. Всем, кто кушает, приятного аппетита. Спасибо, что смотрите влог. Всем пока. Bye.